Садовый мир Как вырастить розу из букета Об этом тоже многие спрашивают И как довести ее до того, чтобы даже эту розочку потом можно было пересадить в сад Вот я приобрела в магазине специально это магазинные розы Как многие получают букет в подарок или покупают букет Семейное какое-то торжество То есть это розочка из букета Из магазинного Что с ней делать и можно ли вообще вырастить И розу из букета много Об этом пишут и в интернете и в литературе Но не у многих это получается Давайте сейчас разберем с чем могут быть связаны различные проблемы, ошибки и так далее Вот, во-первых, посмотрите внимательно на этот стебель Он должен быть зеленый, полностью, вот свеженький такой Бывает, когда розочка уже давно стоит в магазине Вот та часть, которая у нее была погружена в воду Здесь уже начинаются какие-то потемнения, оливковости И не дай бог еще, что вот кожица даже здесь начала трескаться и слезать Вот такая роза, она очень маловероятно, что она укоренится Чем роза более свежая, тем выше у нее шанс, что укоренение пройдет у нее как-то успешно Теперь мы посмотрим с вами еще вот на что Есть ли у этой розы почки Вот здесь вот в пазухах листа Вот здесь вот хорошо развитые почки Бывает такое, что вот листики есть Вот здесь вот видите, листики сохранились Но почки там не вызревшие Вот здесь вот совсем маленькая почечка Да, вот там вот ее и не видно Но вот здесь вот хорошая почка Либо почки не вызревшие в этих листьях Либо они по каким-то причинам потемнели И такие почки как раз тоже вот не имеют шанса прорасти Ведь черенок голенький без почек нам с вами не нужен Вот, например, посмотрите Вот здесь она, видимо, от долгого стояния в воде Все-таки эта почка, она погибла, она темная Вот Теперь, что нужно делать с таким черенком Конечно, красиво, когда вот такой вот стебелек длинный у розочки И она стоит красиво в букете Но не нужно долго и дома ее оставлять эту розу Если вы ее хотите черенковать, не нужно долго ее оставлять в вазе А нужно поскорее попытаться ее укоренить Что мы делаем? Вот мы срезаем розу таким образом, чтобы взять всю часть, которая нам могла бы пригодиться на черенок Вот эта часть, она менее вызревшая И тут почка-то наверняка не до конца сформировалась Поэтому мы смело здесь вот отрезаем Листочек я убираю, чтобы этот нам цветочек можно было еще с вами поставить в водичку Но мы потом в какую-то маленькую вазочку его поставим Дальше листочки эти убираем, они нам не нужны Дальше смотрим, что у нас осталось Вот здесь раз, два, три и вот четвертая почка Для такого черенка это даже многовато В принципе, можно было бы этот черенок разделить вот так вот на две части Но мы смотрим, что здесь у нас остается Эта почка у нас мертвая Эта почка у нас мертвая Вот эта вот тоже, она какая-то подозрительная Поэтому мы вот эту нижнюю часть не берем Как срезать? Как срезать черенок? Пишут, что нужно обязательно отрезать под углом 45 градусов Это для того делается, чтобы вот этот срез Получился как можно больше площадь у него И больше образовалось корешков Вот я на своей практике лично большой разницы не заметила То есть вы не заостряйте внимание на том Какой срез делать под углом? Верхний, нижний? И вообще делать ли его под углом? Я вот как получается, так и срезаю Дальше, больше вот нужно обратить внимание на то На каком расстоянии от почки вы делаете вот этот вот срез Можно сделать вот так вот этот срез, да? Вот она почка и мы делаем вот так Можно сделать близко к почке Можно сделать посередине Вот советую делать либо где-то вот посередине Или где-то на сантиметр от почки отступать Либо резать прям под самой почкой Вот такие вот два мнения существуют Либо в середине между узлей, либо вот под самой почкой Мне больше нравится резать под самой почкой Я заметила, что у растений как-то быстрее вот этот калюс образуется То есть это вот бугорки такие беленькие Из которых потом и появляются корни у нас, да? Почему я так думаю, что вот быстрее появляются корешки? Розочка растений наши стремится сохранить вот эту почку Под которой мы сделали этот срез Поэтому вот я здесь сейчас так и срежу его Наскосочек я попыталась сделать Вот прям под самой почкой у нас этот срез Дальше На каком расстоянии делать срез от верхней почки Большого значения не имеет Вот, ну, можно вот где-то на сантиметр его Вот так на полтора от почки Вот, где-то так Очень хорошо, что у нас здесь есть с вами листочек Потому что все-таки вот нормальная жизнедеятельность организма Она, растительного организма Она предполагает наличие листьев Там фотосинтез происходит Там какое-то движение вот этих вот веществ в растении происходит Но бывает так, что у нас у розы с вами Вот, которые в магазине куплены У букетной розочки Нет листочков на этом стебелечке Ничего страшного Иногда эти розы укореняются И хорошо растут и без листьев То есть голенький черенок Без листочков мы сажаем в землю И при хороших условиях Если все правильно сделать Он тоже укоренится Листовую пластинку вот обязательно надо укоротить Раньше, как советовали делать Каждый листочек вот пополам вот так разрезать Сейчас более щадящий способ предлагаю То есть листовую пластинку не травмировать А вот так вот обрезать вот этот сложный лист И оставить вот здесь три листочка маленьких получилось Дальше что мы с вами делаем Насыпаем в горшочек земли Вот как еще можно укоренять в воде Самый простой способ В воде укоренять Но практика показывает Что лучше розы укоренять сразу в грунте Можно, конечно Есть у меня знакомые У которых удается Стоять нормально в воде И удается укоренять розы Но мне больше нравится Когда сразу в землю сажают Насыпаем земли Возьмите хорошую землю Вот я покупаю в магазине Либо живую землю Либо для фиалочек земля подходит Вот это вот конкретно грунт для роз Можно разбавить его пополам с песком Даже советуют это делать Можно добавить мха Мух с фагнум очень полезен для укоренения черенков Если вот у кого-то есть он Очень полезен Потому что он обладает бактерицидным свойством И препятствует загниванию черенков Это раз А во-вторых он дает воздух в этой земле Земля не слеживается, не закисает и так далее Но в данном случае Вот у меня песка под рукой нет Сейчас в офисе Я просто положу вот эту землю На своей практике у меня получалось Что прекрасно и в этой земле Просто без всяких добавок Укореняются черенки Можно добавить туда перлит Тоже будет улучшение свойств этой земли И хорошо будут укореняться ваши розочки Вот смотрите, я земельку немножечко уплотняю Чтобы она не совсем рыхлая там была Вот, посмотрите еще на что я хочу обратить внимание Обязательно, обязательно Вот вниз, там надо было раньше вам показать В этом горшочке должны быть хорошие сливные отверстия Если вы берете горшок какой-то пластиковый И там нет отверстий И делаете и вы их шилом, да, горячим Или гвоздиком прокалываете То это вот большая ошибка Такие отверстия, они очень быстро засоряются почвой Как-то заиливаются И получается застой воды в горшочке И вот этот застой очень-очень нежелателен И он отрицательно сказывается на укоренении черенков Теперь, вот если у вас есть гетероксин, корневин То вы вот так вот в этот пакетик Вот, вот в этот пакетик обмакнете Просто в порошочек, да, вот так обмакнете И вот этот вот черенок, нижний конец Вы уже в порошочке будете сажать У меня сейчас, я не подготовилась сегодня с корневином Что-то забыла я про него И вы вот с этим корневинчиком будете сажать Что еще я хочу вам предложить Вот такие таблеточки глиоклодина Вот они Это препарат биологический, который препятствует развитию корневых гнелей Различных в почве И он тоже очень полезен и для выращивания рассады И для укоренения черенков То есть он не позволяет гнелям различным развиваться в земле На такой горшочек маленький достаточно всего одной таблеточки Вот мы просто ее закладываем Примерно на полтора сантиметра Углубляем и все, больше ничего делать не нужно Так, теперь как сажаем мы этот черенок Вот заглубляем Мы его сейчас, вот листочков у нас нет Мог бы здесь вот еще быть один листочек Вот так вот, да? Вот так И мы могли бы заглубить тогда вот до этих вот листочков Сейчас мы заглубляем до этой почки То есть сажаем практически туда вот Вот Сажаем плотненько Он у нас обжимается Тут даже вот величины этого горшочка не хватило Чтобы совсем до этой почки Ну и достаточно заглубления у нас достаточное сейчас И мы поливаем Что я еще могу предложить Вот дополнительное еще протравливание Если у кого-то нет глиоклодина Вот говорят, что вы советуете покупать глиоклодин, применять А мы его не нашли Фитоспорин Фитоспорин есть сейчас в любом магазине Вы его в воде разводите Порошочек этот И поливаете Сколько класть Ну на кончики, на кончики чайной ложечки Вы положите вот на это вот количество воды Водичка тепленькая должна быть И поливаете Поливаете не так, чтобы каша у вас была Просто увлажняете землю Увлажняете Вот так Все И я сейчас Вот видите, как у меня земля села Вот еще если пройдет туда вот сквозь наше отверстие Это будет совсем уже показатель, что почва у нас хорошо увлажнена Вот И сверху я еще засыплю сухой земелькой, чтобы у нас не образовалась корочка Вот в принципе В принципе посадка у нас закончена Никаких удобрений туда сейчас класть не нужно То есть вот Сейчас для этого черенка питательных веществ много не надо На первом этапе вот этого укоренения Корешочки слабенькие, нежненькие Высокой концентрации питательных веществ совершенно там не нужно Еще что нужно сказать об укоренении вот этих вот черенков Вот вы видели, какой стебелечек был, да? У этой розы Вот здесь вот он уже тоньше Вот этот вот стебелек Желательно, чтобы ну хотя бы, ну приблизительно с карандашек Вот был размером этот черенок Здесь у нас немножечко потоньше, потому что розочка такая Вот, да? Кустовые, их называют в магазинах кустовые розы На одном стебле вот целый букетик И именно такие розы вот и хотят многие укоренить Ой, такие замечательные появились Расскажите, как их можно развести Вот, про посадку я, собственно, все рассказала Теперь последний момент остается Вот если вы так оставите ваш черенок То в сухом помещении комнаты большое испарение Он у вас будет очень страдать от сухости воздуха И даже вот эти вот небольшие листочки, которые тут оставлены Они все равно будут испарять влагу Поэтому мы его с вами накрываем бутылочкой Листочек мы сейчас там поправим Вот, накрываем бутылочкой Здесь у нас горшочек маленький и бутылочка маленькая Если вы возьмете чуть-чуть побольше, у вас туда стандартные литровые там, скажем, или пол-литровые бутылки уберется Вот, но даже вот так вот уже хорошо Почему я взяла вот верхнюю часть, а не нижнюю часть от бутылки? Да потому что, когда у вас вот уже долго простоит вот этот вот череночек И уже высока вероятность, что там образовались корешки Можно этот черенок проветривать А для этого просто-напросто Вы открываете вот так крышечку Какое-то время он у вас стоит Потом крышку закрываете Все время можно увеличивать длительность вот этого проветривания А потом совсем крышку убрать Бутылку, вот если вы укореняете сейчас осенью И у вас стоит это в сухом зимнем помещении с нашим центральным утоплением Совсем бутылку убирать не нужно То есть там высокая влажность И наш череночек с вами там прекрасно существует Вот таким образом укореняются в принципе розы из букета Это общее правило Теперь я скажу о некоторых частных вещах Вот далеко не все розы, которые вы купили в магазине Далеко не все розы могут укореняться Вот есть такие сорта У которых цветут розы на, скажем, таких, ну, жировых побегах Да, они такие красные эти побеги Толстые очень И розы сами очень большие Вот в большинстве случаев такие розы укоренять не удается Вот эта розочка, чем хороша У нее такой вот вызревший По полу даже одревесневший, можно сказать, побег А вот эти вот жирные розы на жирных вот красных побегах Их не удается зачастую укоренить Они просто-напросто загнивают Это раз Второй момент Розы, которые привезены у нас из-за границы И они там в тепличных условиях выращивались Они очень часто бывают напитанные различными стимуляторами роста Удобрениями и так далее Да И вот такие розы, если их лишить вот этой вот подпиткой Они тоже не справляются с этим стрессом И тоже бывает, что они укореняются В наших тепличных хозяйств из-за экономии Применяют меньше всех этих вот стимуляторов И удобрений и так далее И наши розы отечественные, они как-то легче укореняются И последний момент Это сроки укоренения То есть вот сейчас, в осенне-зимний период Нам и пришел этот вопрос вот именно сейчас Как укоренить розы из букета Сейчас не очень подходящий момент для укоренения У нас света из окна недостаточно Но сейчас вот этому растению большое количество света даже и не надо Но вот сами растения все равно это чувствуют Даже несмотря на то, что они не находятся не на улице, а в теплице Все равно у них вот и как-то искусственно поддерживают им вот этот вот рост, цветение и так далее Это не совсем нормальное для них состояние Лучше всего укоренять розы где-то или весной, или летом, июнь, июль месяц Ну, август это вот уже там крайний срок, да Но в принципе, вот у меня есть замечательная соседка Которая укореняет розы из букета Проделывает это с каждым букетом Как эксперимент Что-то у нее получается, что-то нет Она вот этими выводами и со мной делится тоже И у нее сейчас розы, которые укореняла она уже давно Из букета И дома растут в горшках То есть это уже такие большенькие кустики Летом она их выносит на лоджию И даже она их перенесла в сад И там тоже выращивают Вот еще один вопрос Это связано с зимовкой Укоренили вы свою розочку Пошла она у вас в рост Но извините, в нашем климате тоже далеко не все розы Вот эти вот тепличные такие красавицы Такие с большими цветами Да еще двухцветные бывают, да Вот далеко не все они зимуют Поэтому ваши старания могут быть напрасны Вы можете, конечно, содержать эту розу дома На подоконнике Но это совсем не то же Она никогда не наберет у вас той силы Той красоты, которой вот Она в грунте бы сияла, да Вот И вот эти вот розы Все, которые привезены у нас Они в большинстве случаев выращиваются на прививках То есть вот Здесь тоже нужно какой-то вот отбор делать Какие-то укореняются, какие-то нет Еще какой момент Вот по цвету спрашивают Можно ли как-то определить Будет эта розочка укореняться или не будет Я вот знаете, что заметила Что хорошо укореняются розы красно-оранжевой гаммы Вот алые такие Хуже у меня получались результаты С какими-то розово-сиреневыми оттенками Потом хорошо у меня получилась роза Которая белая с зеленцой такая Вот такая розочка Желтые сорта Вот они тоже очень разные бывают Там даже, вы знаете, вот от формы бутона Часто зависят Тоже какие-то лучше укореняются Какие-то хуже Ну, то есть это все уже вот на практике А так, дорогие друзья Технологию я вам показала Экспериментируйте Если у вас есть место на подоконнике То, пожалуйста, сажайте, выращивайте Вот сейчас вот эту розочку Можно поставить на подоконник Но, естественно, не на прямые солнечные лучи И держать подальше от сквозняков Если у вас рамы старые С щелями какими-то То вот потрудитесь, пожалуйста И все это хорошенечко законопадьте Чтобы вот этот черенок стоял у вас в тепле Для укоренения нужно больше 22 градусов Цельсия Если меньше, то розочка будет долго укореняться А может даже и загнить Вот Так что вот общие правила я вам сказала Вот такая роза мне очень даже понравилась По качеству стебля и черенка Пробуйте И, может быть, у вас расцветут в саду Такие же красивые розы